Всем привет, дорогие друзья! Меня зовут Саша. Давайте собираться сегодня вместе. Этот формат у меня изначально назывался «Собирайся со мной», но в последнее время я его немножечко переформулировала как некая собиралка-болталка, обсуждалка. В последнее время я стала больше смотреть сериалы, заново вернулась в этот удивный, чудный мир. И сегодня я буду краситься, буду выводить куда-нибудь на экран продукты, которые буду использовать в макияже, и параллельно вести повествование о том, какой сериал я посмотрела, какие эмоции и чувства у меня он вызвал, и давайте все это дело обсуждать в комментариях. Сегодня на кону будет сериал, который называется «Большая маленькая ложь». Я думаю, многие из вас его уже смотрели. Сериал далеко не самый свежий, не самый новый, и он в свое время действительно завоевал умы и сердца зрителей далеко не на ровном месте. Он действительно стоит внимания, и мне довольно давно рекомендовали его к просмотрам мои подруги, но и в итоге я наконец-то это сделала. Вообще, изначально, вот в самых-самых синапсисах, куда вот я заглядывала, чтобы почитать описание, благо, что я это делала после просмотра, я удивлялась тому, как не соответствует мое восприятие сериала и повествования с тем описанием, которое чаще всего фигурирует на разного рода сайтах. Настолько на серьезных щах описание у него детективная история с драматичным сюжетом, но вот я вот в общей мере не могу на самом деле это разделить, потому что для меня это сериал в первую очередь о судьбах пяти любящих матерей. Матери, жены, бизнес-вумен, женщины с большой буквы, которые совмещают очень много обязанностей в себе, в общем-то, как и многие женщины в принципе на планете, и это очень жизненно, блин, настолько жизненно, и, наверное, вот, есть такой момент восприятия, что действительно каждый видит то, что видит он, да, кто-то увидел детективную историю, кто-то увидел там какие-то интриги любовные, кто-то увидел, ну, реально, вот судьбы героинь, я увидела судьбы героинь, вот честно скажу, и это, конечно, для меня оказалось очень таким важным, потому что на самом деле тупо вот голый детектив смотреть, я думаю, не было бы интересно в общей мере, но из-за того, что это детектив очень плотно смешанный с жизнями людей, да, с матерями, в первую очередь, с женами, это было смотреть куда более интересно, потому что, как вы знаете, да, я сама жена и мама, и все вот эти вот переживания, все эти чувства главной героини в той или иной мере мне знакомы, конечно, не все проблемы героинь мне близки, но так или иначе я, ну, в общей степени сталкивалась с тем и с другим в жизни, так или иначе, все равно же, будучи матерью, общаюсь и с матерями в том числе, и мне это очень, конечно, близко. В основе сюжета, лично, по моему ощущению, находится судьба пятерых героинь. Одна из главных героинь это Мадлен. Она в разводе. От первого брака она имеет взрослую, 16-летнюю дочь. Вышла потом повторно замуж, и у нее родилась вторая дочка. Дочери живут с ней, но из-за того, что она в разводе с мужем, и так или иначе пересекаться с ним приходится, у нее очень-очень напряженное отношение с бывшим. И вот это одна из основных, как бы сказать, проблем ее жизни, что ли. Она, видимо, в какой-то мере до сих пор любит своего бывшего мужа и отпустить в полной степени его не может. Это тоже, ну, у каждого из нас есть какие-то, да, свои вот такие моменты. Вот у нее таким моментом, пожалуй, является ее бывший муж. Она находится в не очень хороших отношениях с его новой женой. Новую жену ее бывшего мужа играет Зоя Кравец, та самая дочка Ленни Кравеца. И вот она, кстати, очень миролюбимая такая барышня, но, тем не менее, героиня Риз Уизерспун никак не может с ней найти общий язык и как-то подружиться, видит в ней некого такого врага. Собственно, очень негладкие у них отношения. Такая тихая борьба. Вторая героиня сериала — это Селеста Райт. Ее играет блистательная Николь Кидман. Я думаю, все ее любят. Ну и вот ее история взаимоотношений с мужем и с отцом ее детей куда более драматичная, накаленная, раскаленная, очень сложная, что она недаром продолжается также еще во втором сезоне в глубину и в ширину, так сказать, разрастается эта сюжетная ветка. Да, судьба, конечно, у нее, наверное, одна из самых тяжелых, если смотреть, если смотреть, в принципе, по сериалу. У нее в браке с мужем родилось двое детей. Это два мальчика, близнецы, и в какой-то мере замес, который происходит в первом сезоне, он соприкасается с этими мальчиками в том числе, потому что все-таки те проблемы в семье, которые возникают, они бывают еще очень плотно связаны с детьми. Хотят того, там, родители не хотят, а вот дети действительно очень прозорливы по своей природе, очень многое видят. Хотя, казалось бы, дети и дети, что с них взять? Вот, недаром говорят, уставим младенца глаголит истина. Так что, есть в этом некие такие сакральные моменты. И третья главная героиня по сюжету это Джейн Чапман. Она переезжает, собственно, в Монтерей, туда, где живут герои Мадлен и Селесты, и устраивает своего ребенка в ту же самую школу, куда ходят дети главных героинь. Персонаж Джейн очень сложный, тоже интересный, и они находят очень быстро общий язык с Мадлен и Селестой и сближаются. И не знаю, стоит ли спойлерить, не стоит ли спойлерить. Я думаю, многие смотрели уже этот сериал и в курсе вообще, что к чему и как. Добавлю лишь от себя, что первый сезон построен, знаете, вот с некими такими отсылочками в сторону моего одного из любимых сериалов «Почему женщины убивают?» Когда идется такое параллельное расследование «А что случилось? А что произошло? А как это вышло?» И вот какие-то такие вырванные из контекста фразы проскальзывают. Я всегда знала, что там что-то нечисто. «О, да, мы ожидали, что что-то выйдет!» Вот такого толка фразочки бросаются. Я на самом деле такое не люблю. Тем более в этом сериале я увидела в этом какую-то вторичность, что ли, избитую. Это довольно популярный художественный ход, мне кажется, в ведении повествования. Поэтому это как-то было, наверное, странно в какой-то мере для меня. Ну ладно. Во втором сезоне такого нет. И по ходу просмотра сериала у меня родились некие вопросы. Например, куда делся бармен-официант из колоритного кафе, который был в первом сезоне? Просто у него, по идее, должна была как-то развиваться сюжетная линия, сюжетная арка. И там сюжет обещал быть довольно-таки интересным, но его куда-то свернули-завернули. Не знаю, то ли с кастом что-то случилось, то ли еще что-то. Мне вот этот момент был несколько неприятен, потому что, ну блин, там реально потенциал был у героя, можно было его развернуть. Второй момент, который меня в техническом плане смутил, это тот конфликт, который в школе случается благодаря Максу, второму из близнецов детей Селесты. Этот конфликт как-то очень быстро сворачивается. Ну просто я понимаю, конечно, что это дети, и что там все можно решить быстро, да, как-то купировать какие-то разногласия, но вот честно, по личному опыту я бы так не сказала. Это надо долго действительно общаться, как-то разруливать, решать это дело и плавно, планомерно подводить к разрешению конфликта, да, вот по щелчку пальца за неделю человек не меняется, и, ну, если есть какие-то эмоции негативного плана, да, какая-то обида, злость, что это такое копится, оно просто так, ну, не может в техническом плане растеряться. Я не понимаю, куда вот это все разрулилось и делось, это очень странно. Просто вот была проблема, большая проблема, нагнеталась проблема, и по щелчку пальца она вдруг решилась, как будто бы ничего такого. Вот это меня очень-очень сильно смутило. Также во втором сезоне сюжетная арка детей Селесты и Джейн развивается, и опять же вопрос, вот как так быстро получилось вот это вот органика, такая химия, что мы тебя не любили, а сейчас мы прям так тебя полюбили, что прям вообще вот ты наш, да, вот все у нас хорошо. Как это вообще? Как это вообще работает? Мне всегда казалось, и я вижу сама на собственном опыте, что, ну, у детей далеко не у всех бывает вот так вот все это быстро и органически. Так что здесь, наверное, очень странный момент, конечно, был допущен в плане сюжета. Хочу упомянуть, что вообще изначально этот сериал был снят по книге Лианны Мориарти, первый сезон снят чисто по книге, второй сезон уже снят с участием этой писательницы, и она участвовала в создании второго сезона сериала как сценарист. Книга у нее еще в разработке, она еще не написала, и, в общем-то, они планировали после второго сезона завершить киноленту, но, судя по контексту, скорее всего, не завершили, и в ноябре 23-го года планируют продолжить выпускать. Должен, по идее, начать выходить третий сезон. Да, там есть что сказать, и там можно много сказать, очень интересный закрученный сюжет, и, конечно же, не без детективной составляющей, да, я, конечно, это дело немножечко так это нивелирую, но, тем не менее, конечно же, безусловно, это есть в сериале, и, да, это добавляет какого-то определенного стержня, я вообще люблю детективы, все великолепно, все прекрасно, так что буду ждать выхода третьего сезона, безусловно, но, в целом, действительно, это очень нетипичный сериал, это не ситком, это необычное что-то, сериал снят больше как кино, как некий такой мини-сериал, это вот нечто пограничное между таким фильмом, да, там, трилогией-деологией и кинематографической, да, и сериалом, потому что каждая серия длится в районе часа, и в каждом сезоне всего по семь серий, снято это все действительно как фильм, не как сериал, то есть динамика часто где-то проседает, но она часто смешивается с какими-то художественными такими приемами, которые часто больше присущи кинолентам, полнометражным метрам, чем сериалам, интересный, в общем-то, ход, и титры, конечно, хорошо сделаны, и в первом сезоне особенно вот эти вот пересечения с океаном, с волнами, вот эта вот вся тема прибрежная, Монтерей, да, там все это снимается на фоне воды, океана, и это имеет очень четкие такие пересечения с основой сюжета. Так что, кто не смотрел сериал, кто любит детективы, и кто является семейным человеком, у кого есть дети, я думаю, вам особенно может полюбиться этот сериал, стоящая вещь, очень душевная. Он, конечно же, не становится каким-то таким супер воодушевляющим, как, например, другие сериалы, которые я посмотрела вот в этом текущем месяце, но он заставляет задуматься, избитая эта фраза, да, популярная, заставляет задуматься, заставляет немножечко пересмотреть некие свои жизненные ориентиры, какие-то взгляды, вот что-то. Но эти думки, в которые он ввергает, они не какого-то такого депрессивного типа, они вполне себе имеющие место для того, чтобы существовать. Так что советую, безусловно, советую посмотреть. Очень интересный сериал, прям, я очень надеюсь, что третий сезон не испортит, и там будет еще и четвертый, и все это очень хорошо, и грамотно снимут, и продолжат. Тем более, как я понимаю, Лиана Мариарти будет дальше участвовать в написании сценариев для этого сериала, и, скорее всего, там все должно быть очень-очень круто. Приступаю к нанесению макияжа. Глаз! Сегодня в кадре я распакую вот эту вот коробочку, которая мне пришла там, это ну-ка, и, конечно же, вот эту. Но я думаю, многие знают, что здесь вообще у меня находится. Так что, пока что, открою вот эту. Я получила эту посылку на почте, но все как-то вот, руки не доходили ее открыть, что-то я была занята в своих делах, и я заказала. Так, 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 я заказала набор стак «Лесная шипучка». Хм, такая маленькая картиночка, я думаю, она будет побольше. И этот набор стака, он составлен из сияющих оттенков. Сливочное облачко, горянка, липко-стройная. Так, смотрите, этот стак я заказала. Это вот тот самый сияющий с птичкой, с сияющими красивыми топеровыми оттенками. Но почему-то мне в заказ положили еще один стак. Так, я не понимаю, что это за прикол такой. Ладно. И из того, что я заказывала, это был еще полноразмерный оттенок задавака, фиолетовый оттенок. И указывая кодовое слово «Кудри», можно было получить лимитку, которая называется «Кашканутость». Липко-стройная, темно-зеленый оттенок. Блин, как у них это сейчас работать стало? Почему мне какой-то стак положили в подарок? Это очень приятно, просто так странно. Следующий оттенок «Горянка». Сияющий, тоже темно-зеленый цвет, очень красивый, с голубыми и серебряными искорками. Нифига себе, фига, как это так получилось? Прям, может, они ошиблись? Вот очень странно. И последний оттенок это сливочное облачко. Это сияющий цвет, причем, знаете, его не так и мало прям насыпано. Я удивлена. Красивый этот уже оттенок. Я, наверное, попозже сделаю сводчи в конце этого информационного пласта, потому что сейчас у меня вообще в планах было создать макияж при участии вот этой вот палетки. я очень хотела блудного кота, и я безумно рада, что его выпустили, что его, наконец, выпустили в рестоке, и я смогу, наконец, им воспользоваться. Вообще, я люблю, конечно же, такого рода гаммы, знаете, забористые, изюмистые, симпатичные и легкие в работе нюдец. И вот как раз это такой нюдец и есть дивноглазый блудный кот. Какая красивая палетка. Но я думаю, я тут никого не буду удивлять, потому что у многих эта палетка уже есть, кто является закренелым тамиманом, а кто им стал за последние полгода, год, как я, тот, скорее всего, сейчас побежал на сайт и купил, собственно, эту палетку. Так что я сейчас буду ей украситься. Так, тут есть карточка с преображением котика. По классике, конечно же. Так, надо все это сейчас будет убрать. Забыла упомянуть еще, кстати, один момент, то, что я заказывала тогда румяна, да, вот эти вот дуновения майя. Я распаковку не показывала, просто я стала уже пользоваться там в кадре этими румянами, но вместе с ним я заказала еще паладина. Так что у меня сейчас очень много фиолетовых оттенков. и я хочу сейчас воссоздать макияж тот самый, вот помните, выходил котик и, наверное, вторым постом после анонса котика, листока котика, на сайте был вот этот вот прекрасный макияж, созданный при помощи матовых оттенков из кота и темно-зеленого оттенка, который назывался запутающий следопытов. У меня запутывающий следопытов нет, но вместо него я хочу взять темно-зеленый оттенок из палетки томная ореховая жаба. Вот этот вот темно-зеленый, какой-то выращивающие мухи, кажется, он называется. И мне кажется, он в какой-то степени сможет заменить тот самый запутывающий следопытов. Вообще запутывающий следопытов обладает еще неким таким золотистым переливом, выращивающие мухи таким не обладает, но мне кажется, все равно у меня получится как-то заменить все это дело. Вот, я хочу создать вот этот вот макияж. На глаза нанесу тогда базу Urban Decay Original. Там по схеме не указано, какой оттенок является грунтовочным, но я бы хотела воспользоваться вот этим вот молочным розовым оттенком. Мне кажется, он должен неплохо подойти и заодно как раз увижу, как хорошо он может лечь на мой подтон кожи. Он у меня далеко не самый светлый, но в качестве транзитного оттенок может быть подойдет. Да, он такой, с такой персиковинкой, с розовинкой. Ну, кстати говоря, пыльный в лучших традициях матовых Тами Тами Танука. Мне, кстати, даже больше нравится этот момент, то, что он пылит, потому что есть матовые в прессе у Тами Танука, которые не очень сильно пылят, и они очень часто у меня в работе оказываются не самыми лучшими. Уж лучше, чтобы были более пыльные, более рыхлые, но при этом более легкие в работе. Складка в этом макияже предполагается к нанесению оттенок Добрая Женушка. Это темный матовый из палетки дивноглазый блудный кот. Можно создать затемнение. Какой классный цвет. Ой. Очень классный подтон. Универсальный, очень красивый. Гармоничный такой. И равномерно он не пятнит, очень гладко хорошо ложится. Так, чуть-чуть. Так, я уже начинаю немножечко начинать переживать по поводу того, что я большого кота не взяла. Наверное, имело смысл взять в данном случае большого кота, потому что мне очень нравится, как все здесь получается. Немного спутала. На самом деле этот матовый, он называется недобрая женушка, он называется пацифистка. И это оттенок 0,48. А добрую женушку нужно наносить при помощи плоско-пушистой кисти во внешний угол глаза. И это второй по насыщенности металлик, более темный из палетки. вот, вот. Я ошиблась, но я исправилась. Он наносится вот сюда. Очень такой универсальный, изысканный оттенок. Мне кажется, на каждый день вообще очень, очень хорошо может подойти. Действительно. И сияющим оттенком номер 2, который пойдет сюда, это оттенок как раз-таки запутывающий следопытов. Но у меня, как я уже говорила, будет таковым выступать выращивающие мхи. Когда я делала обзор на палетку томно-ореховая жаба, я про этот оттенок говорила, что мне он очень, очень понравился в палетке. Один из тех оттенков, которые прям очень сильно запали в душу. из палетки томно-ореховая жаба. Так что сейчас я имею прекрасную возможность воспользоваться снова этим цветом и создать что-то также очень интересное с его помощью. Он втушевывается, кстати, в оттенок Добрая Женушка очень хорошо, потому что по дисперсии они идентичны друг с другом. Полагается к нанесению этот оттенок по самому подвижному веку почти все подвижное веко, чтобы было заполнено этим цветом. И на нижнее веко предполагается к нанесению второй нейтральный шиммерный из палетки Дивно-глазый блудный кот и он называется Очей Услада 025. Вот этот розоватый цвет. Опять же по классике макияжи когда нижнее веко не столь активно, а на верхнем творится самая-самая красота. Что-то в этой эстетике макияжа определенно есть, хочу я вам сказать. Вот что-то определенно я вижу. Я как человек, который привык всегда затемнять нижнее веко и прокрашивать нижние ресницы, увидела в этом концепте что-то также свое очень-очень необычное, интересное. И свой определенный шарм я в этом деле также разглядела. Такой розовый жемчужный цвет, очень красивый с золотистой ноткой. В общем-то все оттенки из кота мне кажутся забористые в той или иной степени. Это очень приятный момент. Я люблю забористые нюды. И как раз таки кот мне кажется это самый забористый нюд. Так и завершающим моментом нанесения этого макияжа у Юли во внутреннем углу глаза был нанесен монарх. Как раз таки из вот этого стака который я заказала. Монарх это искристый жемчужный крупнодисперсный такой вот цвета розового шампанского оттенок искристый и я наносить его буду на клей под глиттер потому что частицы здесь крупные и я уверена что это держаться на мне не будет так хорошо как бы мне бы этого хотелось. Наносить буду монарха при помощи одной из любимых кисточек от Миши Ведяева. Я не знаю выпускает ли он сейчас эти кисточки но вот эта вот малышка просто изумительная. Кстати говоря мне монарх знаете чем чем-то мне напомнил пигмент Ах Какая который входит в топ моих любимых на каждый день и вот монарх чем-то похож то есть если у меня не было монарха я бы скорее всего бы его заменила пигментом Ах Какая шикарный оттенок и я такие люблю на каждый день хотя это конечно ну ярковато но вы знаете я не очень люблю прям такой сдержанный и спокойный ньют я люблю ньют с долей изюмистости чтобы это все было знаете носибельно симпатично но при этом вот что-то вот интересненькое было чтобы в этом так я собственно все это уже нанесла немножечко уберу осыпание и продолжу нанесение макияжа нанесу тогда помаду прокрашу ресницы и покажу что в итоге получилось на ресницах у меня тушь от рэр бьюти опять же и на губы я решила нанести легким слоем маковскую легенду под названием руби ву маша уру если ты меня смотришь передаю тебе большой привет и наверное приступим наконец к засвочиванию этих самых банок которые я купила давайте начну наверное с того что я купила это оттенок задавака первый насыщенный фиолетовый сатин искристого типа мне кажется он очень классно может подойти как на подвижное веко так и так и в общем-то во внутренний угол глаза в нем есть некая такая переливистая способность переливается он немножечко таким желтоватым жемчужным отблеском второй оттенок насыщенный он кстати сейчас насколько я помню был в цикле да и можно было в наборе его купить это оттенок паладин и это тоже фиолетовый цвет только он уже яркий насыщенный плотный роскошный металлик и он наверное по искристости похож на некоторые лимитки там и танука которые у них стоят там в районе тысячи валов вот как-то так например последняя лимитка какая-то сенция красоты или как она называется я не помню вот она мне кажется очень похожа только у этого более такой холодный отлив здесь у той лимитки получается более теплый будет яркий очень красивый цвет я подобный очень-очень люблю лимитка кошканутость ее можно было получить указав кодовое слово но скорее всего она также есть на сайте доступна к заказу к обмену на баллы мне кажется да ладно слушайте я думала это вообще не очень интересный будет какой-то цвет а этот цвет очень красивый этот такой сатин цвета ржавчины ооо вот это да я конечно же после засвочивания всех оттенков безусловно вам еще эту ладошку в конце приколю традиционно чтобы можно было детальнее рассмотреть и приступаем к засвочиванию стака который я заказала первым оттенком из стака пойдет монарх который у меня сейчас нанесен макияж во внутренний угол глаза дискрестый красивый цвет розового шампанского оттенок ну я не уж говорила далее цвет который называется милая моя невероятные красоты нежно-лавадовый оттенок с розовыми вкраплениями слюды мягкой слюды скорее всего мне кажется потому что она должна по идее растираться да это мягкая слюда она растирается очень красивый цвет шикарный ну в общем-то я это так и хотела как бы совершенно осознанно потому что оттенки которые сюда входили вот он они невероятные по своей красоте и они универсальны вот этот стак просто мечта и третий оттенок из стака это оттенок неординарная личность я его хотела еще с момента макияжей на канале у Анастасии потому что оттенок этот также с вкраплениями слюды желтенькая цветовая база и слюда фиолетово-розовая вот этот оттенок неординарная личность шикарный цвет реально по вседневку мне кажется очень клевый оттенок вообще так со стаком первым мы закончили и отсвочу тогда стак второй который мне положили каким-то чудом в заказ первый оттенок это липко стройная матовый темно-зеленый цвет очень кстати похож на темно-зеленый из господи из газели шикарный цвет но я конечно хотела бы что-то темно-зеленое иметь в своей коллекции дровяное зеленое но у меня такого типа уже есть мне как бы не надо ладно значит сочту это за некий такой дюб того пресса который у меня есть в газели следующий оттенок называется горянка тоже мне кажется что-то такое повседневное универсальное искристое оу да очень симпатичный оттенок горянка мне кажется это такое тоже что-то очень повседневное утонченное красивое такой металлик сатин и оттенок сливочное облачко сатиновый цвет у меня уже вся извозюкана в пигментах сливочный такой пигмент оу а он не так прост каким он кажется очень яркий пронзительный оттенок вот это да вот это да блин я прям в замешательстве нахожусь такие красивые цвета такие прям клевые мне кажется даже если вот с этими цветами которые вот здесь сейчас у меня нанесены сделать какие-то там макияжи да мне кажется это будет просто фантастически красиво особенно на моем типе внешности так что приколю ладошку вы рассмотрите чуть детальнее эти самые сводчи да ну и по поводу кота наверное на следующей неделе я его сниму посмотрим а сейчас я побегу мыть руки собираться и мне нужно ехать апдейта по носке этого макияжа здесь не будет но я хочу вас поблагодарить за просмотр этого самого ролика и буду ждать вас в комментариях очень хочу услышать ваше мнение насчет сериала Большая и Маленькая ложь смотрели ли вы второй сезон что вы думаете по поводу второго сезона как вы относитесь к тому что его стремятся продлить на третий и даже может быть может быть его продлят и на четвертый какие эмоции он у вас вызвал какая из героини вам понравилась больше всего кому вы более всего симпатизируете спасибо вам за время уделенное на просмотр этого ролика увидимся с вами снова через два дня на третьей как всегда с вами была Саша оставайтесь на связи и всем пока-пока и всем пока-пока